Меня зовут Андрей, мою жену зовут Эйнат. Все спрашивают, где познакомились, где познакомились. Эфиопия, одна из немногих стран мира, где нет Макдональдса. И сегодня мы будем делать целый комплект. Классический израильский обед. Обеечья меню, пожалуйста. На закуске у нас будет салат Табуле. Один из самых знаменитых закусочных салатов, как раз который Мезе, о котором говорил Андрей. На основное блюдо у нас будет вещь, которая называется Синья. И это общесобирательное название для всего с баранним фаршем. Мы это будем делать с классической вариацией в тахинном соусе. На десерт у нас будет шейк. У нас же есть, да, в Миксе, в городе, где ежут? Авокадно-ракус. Вот такое у нас примерно меню на сегодня. Все спрашивают, где познакомились, где познакомились. Познакомились мы как раз в Эфиопии. Тогда была поездка клуба Михаила Хожиха, с которым я работаю в Африке. В Эфиопии и Татзании. И надо сказать, что 22-28 встречи. Конечно, готовить физично надо было, следовало бы готовить, потому что на африканской обеде. Это будет следующий раз, да? Да, в общем, обязательно наденем все по-эфиопски. Вставим в нижние губы чайные плюса. Молодец. С вами приятный плюса. С вами сэр. Я закачивала. Благодарю вас. Как у нас. Пахинная паста. Она в банке очень такая густая, и мне очень приятная. Цемент. Цемент. Да, и есть ее в чистом виде невозможно совершеннее. Но из нее можете сделать массу очень хороших вещей. Например, домашнюю халву. Собственно говоря, кунжутная халва делается именно из этого. И это чистая кунжутная паста. Спасибо большое. А что еще? Заводи еще. Вот это нарезать? Это потом. Но надо нарезать очень-очень мелко. Я вам не езжу. Я потом все равно буду снимать. Я вам сейчас это докажу. Корешки, отрежай. Послушайте, пожалуйста. Мы должны добавить немного корицы. Корица с бараним фаршем. Прекрасно. Единственное что, конечно, не переборщите с корицей. А то пирог получится. Да, а то у вас будет десерт основного блюда. Поэтому не очень много. Также мы добавляем зиру. Тоже зиру можно не жалеть. Вот здесь перец. Отдите перец. А то им все завернило. О, все. Ну, сказали, что не надо. Делайте вот так. Другие попробуем на 14. Не, не надо, не надо. Это очень маленькая. А мука, муку не надо? Мука, да, да. А есть у нас мука? А где-то есть мука. А вот есть пшеница, а кто-то готов сделать из нее муку. Смотри там что-то. По-моему, без перца. Да. Тхина, знаешь, пока стоит. Не, 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 не сколько. Я попробую. Вот как-то так? Да. А, прекрасно. Прекрасно. Ну, совсем тончайше не нужно, потому что промокнет, потечет. Ну, потоньше, конечно, чем оно сверху. Хорошо, вот сейчас, сейчас, прям, да. Я в России никогда не жила. Я первый раз приехала в Москву, когда Андрей меня пригласил. Ну, давайте я покажу красную площадь. Я покажу, что, да. Подождите, вы уже руководство говорите по-русски? Я из Киеве, я из Киеве. А, все. Да, я и по-приньски маме. Но, мне то, что меня поразило, когда Андрей приехал в Эфиорку, это то, что он был первым и единственным моим клиентом в Эфиорке и туристом, который ел те, сколько, две недели только местную еду. То есть я ем всегда только локу-фуд. Обычно люди в Африке выдерживают первые два дня местная еда. Ну, как, нужно попробовать. А потом переходят все-таки на осте, калабисмарк, спагетти, министроны, вот это вот все. То, что все готовят, конечно, для европейцев. Интернешн. Интернешн. Да, надо сказать, что эти опы, как и танзанинцы, готовят министроны или стейки, примерно как я готовлю суши. То есть, никак. Да, все это катастрофа. Местная еда, в свое время, очень вкусная, но практически никто не выдерживал. И они были единственными, которые все, вот, компания, которая приехала, которые две недели на завтрак, обед и ужин ели только местную локальную еду. А местная локальная еда – это тишканого блюда. Есть два смягчения. Что вы ели, что вы ели? Во-первых, у нас были настолько тяжелые небольшие переходы, что по окончанию перехода было мысль, как бы пожрать, а не как бы чего пожрать. Да, значит? Ну вот. И во-вторых, не было выбора, потому что мы останавливались в этих местах. И там сидели на корчиках эти ребята и готовили на камне, а никаких макдональдсов рядом не наблюдалось на расстоянии 500 километров. Эфиопия – одна из немногих стран мира, где нет макдональдсов. Продаются места на протеине. Вот для украшения вот этот возьмем. Это что-то особенное, но ватрушка получается с мясом. И в духовочку. Да, я пошел. Еще есть край, пойдет, смотри. Хотел, это же даже, может, дольше. Надо посыпать вот этим. Да, я очень люблю. Слабо сделать салат за время, пока не фекут. Давай немножко еще и скорпим. Хорош. А ты солил его, да? Ну, по твоей методе солил. То есть очень много. Вообще человеческий не солил. Все. Все. Один московский, а не московский. Готовы? Я не слышу ее. Это была в голову. Скиболезолога, наверное, она первая. Давайте. Парковки в трясо. Готовить. Московский? Ну, такая. Да, давай часть вот альсо, запрещу. Аккуратненько. Шапочкой такой, да. Да. Вы вас хороши. Ну, давайте. Есть. В Толе. спасибо благодарю а я чуть-чуть заслужил можно самую маленькую котлетку хорошо говорим и авокадо один такой шейк и сутки вы можете не есть поскольку авокадо очень жирный но полезный и арахис жирный но полезный молоко нам требуется исключительно для разбавления авокадо и пасты в консистенции можно брать йогурт можно брать мороженое миндальное молоко если кто-то не приносит лактозу что нам для этого нужно мы должны положить наш авокадо шейкер половиночку господа половиночку туда а как называется десерт этот авокадо арахисовый шейк и надо сказать что вот кстати в Африке две вот эти бадочки оттуда и пришел он в Израиле кстати сказать из Африки поскольку и авокадо и арахис растут там в огромных количествах там мне кажется вот отсюда он мигрировал на Ближний Восток в основном конечно в Израиле поскольку все стали вдруг помешаны на здоровом питании и жиром ну там много полезных жиров это дема арахисовый пасту ну все арабинскую пасту и в ванну ну примерно 50 на 50 я наверное положила и затем мы дольем туда молока вот это авокадо нет это пасту давайте мы дольем туда молока но сначала попробуйте сделать первое движение а пока да немножко точнее атака лучше много не будет и держите рукой главное а то мало ли выдавится сверху сверху отбегайте сверху держитесь Нормально, я как раз такую густату люблю, вы не симпатичны, а что вам симпатично сейчас, что хорошо получилось, все меня или у кого-то еще Кошечкой, ножечкой, кожечкой, каждую крошку в ладошку, вы что, ребята Это божественный крем, я допускаю, что если бы было жарко, а вместо молока было бы мороженое, это было бы еще круче Это вкуснейшие, ребята, деликатные вещи, я всем рекомендую попробовать, причем это именно десерт, по вкусу это именно десерт, хотя там нет ни грамма сахара Крема будет вкусно, но сахар не требуется Я считаю, что я сделал научное открытие, на полном серьезе говорю, которое здесь описано И меня поражает, как до меня никто до этого не додумался, и как этого не заметили, даже когда я это опубликовал Вот, ну, бог с ними Что за открытие? Открытие очень простое К нам, когда я был маленький совсем, в школу приходил детский композитор Кабалевский был, такой главный советский композитор Он говорил, вот дети безошибочно отличают мажор от минора, грустную мелодию от веселой, смотрите, вот я играю три нотки, но веселая эта мелодия, грустная, где там девочка, а вот эта веселая, вот видите, как они чувствуют А никто не задался трудно объяснить, а почему они чувствуют А почему эта мелодия всем по умолчанию кажется грустной, а эта по умолчанию веселая Все оказалось очень просто Это интонация и речь Мы говорим не на одной ноте, мы говорим интервалами музыкальными И когда нам грустно, мы говорим малыми терциями Мы говорим квинтами, малыми терциями Нам плохо И все, это разговор за стеной Когда слов не ясно, а о чем говорят, понятно Когда нам весело, мы говорим квартами Мы говорим мажорными терциями Это восточные языки Там другая музыка и другая интонация речи И они совпадают точно так же между собой Это лежало на поверхности И вот в частности здесь это тоже описано Так что книжка интересная дворе Алексей Я додорую Это музыкальное образование требуется для того, чтобы сделать такой вывод Или просто практика Ну, знаешь, это такой большой отверстие Конечно, ремешек Все-таки это базово Сейчас они и модуляции Именно об интервале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому